В надежде на новогоднее чудо. Телеканал УТС совместно с благотворительным фондом созвездия Сердец объявляют о сборе средств на приобретение комнаты для 78-летней пенсионерки из Новосибирска. Женщина потеряла единственную жилплощадь. У нее не осталось ни родных, ни близких, кто мог бы помочь. Тему продолжит Александр Куршев. Однокомнатная квартира по адресу улицы Зорги, 105, больше не принадлежит Татьяне Дмитриевне Некрасовой. До конца января 2018-го она должна собрать свои вещи и съехать. Так решил Кировский районный суд. Куда неизвестно, нет ни родных, ни близких, ни денег. Два года назад в одной из новосибирских компаний, где брокеры зарабатывают на биржевых торгах, пенсионерку убедили вложить в бизнес больше 14 тысяч долларов. И даже посоветовали, где взять деньги. Значит, договор написали. Под договор, под проценты взять. Я говорю, у кого? Ну, не говорил у кого, но это ломбард, как мне потом сказали. Взять в ломбарде сколько сумма? Сколько вам дали? Мне дали, должны были по договору 850 тысяч. Мне дали 830 тысяч. А под что ломбард за такие деньги большие дал? Ну, под залог квартиры. По словам пенсионерки, ей обещали, что она не рискует. Наоборот, получит хорошую прибыль, когда США купит партию вертолетов у Китая. На международном рынке изменится цена валюты. И это при том, что женщина до сих пор не знает, с какой стороны подходить к компьютеру. Позже ей позвонили и сообщили. Акции упали, все ваши деньги сгорели. Теперь нужно возвращать долг. Я обратилась в полицию и в прокуратуру. Мою защиту взяла на себя прокуратура Октябрьского района. Ну, суд в Кировском районе был. Суд проиграли. Суд вынес решение на основании договора купли-продажи, где говорится, что пенсионерка продала свою недвижимость за полтора миллиона рублей. Роману Анатольевичу Тарханову. Этого человека она действительно знает. По ее словам, с ним женщина встречалась всего один раз, когда думала, что подписывает договор займа под залог квартиры. Оказалось, это была сделка купли-продажи. А куда сейчас женщина на улице в минусовая температура? Она должна пойти? С чемоданами или как тут общается? Представитель изыскателя предлагает ей условия, что на сегодняшний день он снимает ей квартиру на 3-2 месяца, пока она не решает вопросы. Ранее в разговоре по телефону к корреспондентам ТЭС теперь уже новый собственник квартиры Роман Тарханов сообщил, что в день сделки пенсионерка получила от него сумму в размере полутора миллионов рублей. Их она пересчитала и осознанно подписала договор купли-продажи недвижимости. Он пообещал это официально подтвердить на камеру и предоставить корреспондентам все необходимые документы. Но пока наша редакция не располагает этими доказательствами. Параллельно к корреспонденту ТЭС обратились в благотворительный фонд Новосибирска «Созвездие Сердец», чтобы организовать акцию по сбору средств на приобретение жилплощади для пенсионерки. Нам пошли навстречу. Я подчеркну, что благотворительный фонд «Созвездие Сердец» сам бы не смог бы оказать помощь бабушке. Безусловно, вклад в эту историю журналистов, он просто не поддается оценкам, бесценен. И да, мы согласились помочь. Мы объявляем о сборе средств благотворительных пожертвований на адресную помощь Леонида Красовой и Татьяны Дмитриевны. Каждый человек, который зайдет на наш сайт в разделе пожертвований, может выбрать удобный для себя способ делать пожертвования на адресную помощь. Благотворительный фонд «Созвездие Сердец» работает уже больше 10 лет. Волонтеры помогают больным детям, старикам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для приобретения комнаты Татьяны Некрасовой необходимо примерно 700 тысяч рублей. Из них 74 тысячи уже есть. Материальную помощь предложила новосибирская компания «Мичелдин». Точная сумма будет озвучена после новогодних каникул. Для безопасности все операции с приобретением недвижимости и дальнейшего сопровождения будут проходить под контролем юристов, риэлторов, волонтеров фонда и социальных служб. Помогите пенсионерке, сделайте подарок на Новый год. Александр Куршев, Алексей Зубила, Новости ОТС.